По информации предоставленной администрации города, открытый люк в районе Кремлевского вала находится в ведении акционерного общества «Рязань-Регионгаз». Об этом же свидетельствует табличка, находящаяся рядом. Несмотря на то, что происшествие стало нашумевшей историей, к моменту нашего приезда колодец не закрыли крышкой. Вот тот колодец, куда попал ребенок. Сейчас его засыпали снегом, сверху положили ветки, но вопрос-то даже не в этом. На территории Кремлевского вала кататься с горки строго запрещено. Весной на территории будут проведены работы по благоустройству. К счастью, эта история закончилась благополучно, но кто бы стал отвечать в противном случае? Этот вопрос далеко не риторический о том, что на территории Кремля нельзя кататься с горки, свидетельствуют информационные стенды. Кремль является охраняемой территорией и имеет историческую ценность. Несмотря на это, многие идут по протаренной тропинке и нарушают запрет. А между тем, любимое зимнее развлечение может стать причиной серьезных травм для детей и взрослых. В этот период года в травматологическое отделение часто поступают люди с переломами верхних и нижних конечностей, шеи и различных отделов позвоночника. Как можно это предупредить? Просто-напросто соблюдать технику безопасности. Крепко держаться за ватрушку, использовать очень качественный инвентарь. Во время отдыха это качественные лыжи, качественные крепления. Добавить избежать различных повреждений, опроновительного аппарата и не попасть в больницу просто-напросто. Еще один способ избежать травм – кататься на санках и тюбах только в разрешенных местах. Например, совсем скоро в лесопарке появится большая горка для любителей подобных развлечений. Еще можно посетить Центральный парк культуры и отдыха Лысу-Гору в Солочи или Семена-Оленинская. Там все оборудовано для зимних видов спорта.